Привет, друзья, меня зовут Дмитрий Череватенко, я основатель онлайн-школы голоса и речи SpeakGood. На старте, когда мы начинали, мы заработали свои первые полмиллиона рублей с минимальными вложениями. Сегодня в рамках такого небольшого видео мы с вами попробуем разобрать тему эксперта и продюсера, а именно взаимоотношения эксперта и продюсера с юридической точки зрения, с точки зрения обязанностей, с точки зрения распределения доходов. В общем, постараюсь сегодня вкратце, тезисно вам объяснить и рассказать, как это существует у меня, как это функционирует и как это может функционировать у вас. Итак, вывод номер один. С партнером всегда легче. Если вы думаете, что у вас получится в одиночку пройти этот большой-большой путь, остановитесь и задумайтесь, действительно ли это так и действительно ли вы справитесь. Что я хочу здесь пояснить. На первом этапе вы можете совмещать в себе роли эксперта и продюсера, но чтобы двигаться выше, чтобы масштабироваться, чтобы зарабатывать уже хорошие деньги, необходимо найти себе либо эксперта, либо партнера, потому что мы все люди разные, мы кто-то силен в контенте, в структурировании, в позиционировании, кто-то силен в маркетинге, кто-то разбирается больше в рекламе, может набирать команды, может проводить грамотно собеседование и так далее. Поэтому если вы грамотно сможете создать вот этот синтез эксперта и продюсера, вы будете на коне. Второе. Как и где найти эксперта? Всегда помните, когда вы идете на встречу с экспертом, либо пишете ему письмо, всегда помните и проговаривайте у себя в голове. Поэтому хороших продюсеров всегда меньше, чем экспертов. Экспертов больше. Ваша задача показать эксперту все плюсы работы с вами. Ваша задача рассказать о себе так, чтобы эксперт поверил в вас, чтобы он увидел в вас свое дальнейшее развитие, развитие уже вашей компании, и вы пошли одним путем к успеху. Есть два вида экспертов. Первый вид экспертов – это те люди, которым это не сильно нужно, не сильно интересно, и которые просто соглашаются из-за того, что они хотят попробовать. С такими экспертами я не советую идти в дальний путь, потому что вы будете постоянно их дергать, постоянно цеплять, писать, а эксперту это вовсе не нужно. Второй вид экспертов – это те люди, у которых горят глаза, которые хотят развиваться и которые хотят добиваться большего в своей жизни. К этим людям я рекомендую присмотреться, а если у них еще есть и хорошая аудитория, которую можно пощупать, потрогать и с ней пообщаться перед запуском – это вообще идеальный выбор. А насчет того, где искать экспертов? Ну, мы живем в такое время, что любая площадка – это Instagram, это YouTube, это ВКонтакте, это Facebook – вы можете найти их везде. Главное – грамотный подход, четко структурированная презентация и выделить все плюсы, все положительные моменты работы с вами, ну и показать, что вы настоящий профессионал своего дела. Итак, мы молодцы, мы нашли эксперта, мы начали развиваться, мы нашли классного, крутого эксперта с аудиторией или классного профессионального продюсера. Но как же нам нужно закрепить наши отношения? Мы можем просто договориться, пожать руки, либо нам обязательно подписывать договор. Мой совет таков – вам нужно подписать договор. Если вы рассматриваете развитие своей онлайн-школы как развитие настоящего большого бизнеса в будущем, в перспективе, и вы хотите выходить с этим бизнесом на зарубежные рынки, вы хотите привлекать инвестиции, вы хотите развиваться максимально-максимально круто, вам нужно подписать договор. В этом договоре должны быть четко прописаны обязанности как эксперта, так и продюсера, должны быть прописаны самые тонкие маленькие нюансы, которые могут помешать вам в работе в дальнейшем. Потому что, как известно, очень много случаев, когда лучшие друзья-эксперты, лучшие друзья-продюсеры – все хорошо, но когда начинают эти деньги, начинаются проблемы. Поэтому обязательно я вам рекомендую подписать договор. Следующий совет, который я вам хотел сегодня бы дать – это разделение обязанностей. Четко разделите обязанности. Это касается не только эксперта и продюсера, это касается всей вашей команды. Если вы начинаете развиваться, если вы начинаете расти, то одному уже тяжело работать, одному тяжело верстать ланды, делать рассылки и так далее. И вам нужно четко набирать людей. Вы четко должны прописать каждому сотруднику, какие обязанности у него есть и за что он несет ответственность. Потому что, когда возникает много процессов в вашей онлайн-школе, вы должны знать, с кого спрашивать, кого хвалить, кого ругать, кому давать премию, а кого депримировать. Поэтому обязательно пропишите на бумаге обязанности каждого сотрудника, включая вашего эксперта. Если вы хотите создать свою онлайн-школу, если вы хотите также удаленно зарабатывать, приходите на бесплатный мастер-класс, который проводят основатели Акселератора Дмитрий Юрченко и Сергей Капустин. С этого мастер-класса начинал я, с этого мастер-класса начинали все практически резиденты Акселератора. Поэтому переходите по ссылке внизу, кликайте, регистрируйтесь и развивайтесь, открывайте свою онлайн-школу и начинайте меняться в лучшую сторону. Продолжение следует... Продолжение следует...